В этом сейфе настоящая история. Самое старшее ружье относится ко второй половине 19 века. По закону я могу находиться рядом с открытым сейфом только в присутствии владельца оружия. И неважно, стреляют из этих ружей или нет, храниться оно должно по правилам. Коллекция старинных ружей досталась Евгению от отца, заядлого охотника. Здесь экземпляры немецкие, русские, французские, бельгийские. Их почти два десятка. На зверя с этим оружием давно никто не ходит, говорит Евгений. Оно рассчитано на дымный порох. Современные патроны его только испортят. За своим сокровищем мужчина тщательно ухаживает. И главное, правильно его хранит. Где лежит ключ от сейфа, знает только он один. Сейф всегда заперт на ключ, без вариантов. Дома всегда кто-нибудь находится. Если в силу определенных обстоятельств дома никого нет, хотя это крайне редко бывает, стоит сигнализация. Если что-нибудь случается, то сюда приезжает очень оперативно наряд из управления вне ведомственной охраны. Всего в регионе около 85 тысяч владельцев гражданского оружия. На хранение у них почти 150 тысяч травматических и спортивных пистолетов, охотничьих ружей. Сотрудники управления Росгвардии приходят к ним с проверкой минимум раз в год. По правилам оружие должно храниться в металлическом шкафу в разряженном виде. Доступ обязательно только у владельца. Патроны тоже нужно держать в сейфе, иначе нарушение, которое влечет за собой штрафы и временную конфискацию. Это касается и соблюдения сроков, на которые выдана лицензия. Гражданин обязан не менее чем за месяц обратиться в подразделение лицензионной разрешительной работы для продления соответствующего разрешения. В случае нарушения сроков продления разрешения, когда гражданин своевременно не сдал, к гражданину применяются уже более жесткие виды административных наказаний, накладываются штрафы, оружие изымается. По закону, чтобы получить разрешение на покупку и хранение оружия, будущему владельцу необходимо получить справку от психиатра и нарколога. Ружье или пистолет обязательно нужно зарегистрировать. В таком случае, как с Евгением, необходимо иметь лицензию на коллекционирование. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.